получается так сейчас сегодня у нас 7 июля так вешаю эту пока рамку почему потому что я садовод вот и только разговорами кормить не хочу смотреть сюда итак я уже показывал возвращаясь той же самой как вот последнем фильме той же самой ветки вот берем длинную ветку так нет надо надо брать эта ветка я жена а вот она вот она вот она я хочу быть объективным я брал эту ветку горю что она длиной метр так говорил что кстати еще и расти она будет еще вот столько она вырастет вот столько да я еще считал на ней почки их было которые можно использовать на прививку ну не считая вот этих верхушечных 25 получится конечно счете еще впереди две трети сезона у нас было холодно сейчас только июнь закончился и будет 50 то есть их возьмут 50 штук так для прививки почкой вырастет инвалидов с страшными ранами в основании потому что когда оживляет почку отрезает потом толстый подбой отрезает запад лицо выше почки это и делают из него коллегу а вот здесь когда я говорю вспоминаем что я возьму и сергей берет вот эту допустим вот этот кусочек оставляем мы обещают почки 3 2 4 5 почему потому что самые нижние не спящие на развитие 3 4 5 а потом после этого получается один и второй а вот эти я считаю не то что не полноценны но я и подчеркиваю что именно с этих двух нижних черенков получается вот такие вот но это правда лучше из них вот часть таких я чуть меньше уже перенес вот такие саженцы с мощнейшим ростом и как на том участке номер два помните да вот такие вот вот такие но самое крупное вы видели я на ваших глазах манчжурцы уничтожал а привитые он тоже третий год пошел вот именно еще раз подчеркиваю это помытьем разговора все расистил тинком мы с ним два сапога казалось бы может быть правый сапог и левый быть равны вроде бы пара все-таки один левый один правый значит это хорошо что мы не это двух левых сапогах ходить трудно согласитесь кто пробовал и в двух правых тоже трудно а здесь получается так юрий васильевич определил это его опыт он меня свое время так обрадовал когда он написал про 100 миллиметровую зону где зону прививки что метровый зон от прививки для там не родятся и вегетативной гибриды вот это очень созвучно моей теории я пишу что чем ниже прививаем тем больше шанса вырастить вегетативный гибрид но мы договорились что я в этом фильме упомянул про эту но я ему сказал про генетику не буду дальше надо отклоняться на генетике я просто скажу не только гибриды но с максимальным ростом здоровьем и возможно новейшими качествами присуще этому роду который слегка мог потерять эти качества затевший ну а сохранишься в этих самых днк мог сохранить часто сохраняет и вот получается такие уникальные вещи и так чем ближе прививка основанию нет не так веточка взятая череночек взятый чем ближе к основанию ветки тем мощнее саженец так а возьмем середины ветки он уже как будет хуже а еще один такой момент смотрите вот это дерево еще раз это он попросил горит но ты за нас обоих расскажи вот игры вот это дерево да посмотрите сюда кто-то взял вот эту почку на прививку привел почки и от нее потом получится ну пройдет год смотрите вот такие веточки а вот они да пройдет еще год если обратиться внимание вот знаете мощное рослое деревья ушел я от биополя так но надеюсь недалеко вот вот на этих деревьев кстати абрикосики вот видите но их тут единицы так вот получается что если вот эта почка взята на прививку середины ветки но ветка взята где это уже примерно ну поколение это уже она росло это деревца ну лет шесть-семь значит получается какую она роль в этом играет в этом объеме веток ну сотая часть да а кто вам сказал что если ее привить на по 2 однолетних лет она вырастет такое огромное дерево вот и вот тогда получается чудеса тот кто да так думает все саженцы одинаковые идет время приближаюсь к теме гипотогенных зон идет время смотришь одни продолжают рост антами на яблоках показывал а другие останавливаются они притормаживаются и останавливаются в росте имея размер метр полтора два три что это значит это значит что его генетическая способность расти закончилась почему почка взята со второстепенной ветки в одном случае моем случае с первостепенной ветки еще раз у самого основания так молодого дерева ему третий год лучше бы с двух летки брать лучше с 1 летки но какой же заматочное дерево если с него не смогу взять сразу сотню веток вот и получается да манджурский абрикос подвой мой абрикос все знаменитый становится патриарх так это гигантское дерево так вот любая почка с этого дерева уже не вырастет дерево привыкли на манджурский абрикос такого размера но она вырастет все-таки очень большим глибдите вот это еще молодой сад его вот здесь не больше 10 лет смотрите видели не больше 10 лет вот вам устроит такой со средней урожайностью в хоробине не так с максимальной урожайностью хороший год 15 ведер а некоторые он как те 20 ведер а там он у меня артем 25 ведер устроить вот конечно не дотягивает до 50 ведер мажорства но все относительно и так молодое дерево а и вот почему все второй раз говорить об этом не буду кто хочет тот поймет и берем теперь что посадил 10 деревьев что я говорил все еще первых статьях я уже имел этот опыт растут по разному по разному почему потому что с почвы разное ну назовем это назовем это ну не жирностью почвы мы назовем это насыщение почвы соответствующими элементами мы все время забываем что вот в этом саду вот они абрикосы вот они яблони вон они груши так а вон там вдоль забора сливы они с разных континентов вы что думаете их одинаково дожди поливали одинаковое излучение даже меня так удивило что мичурин написал про излучение но не сказал космическое но подразумевалось космическое излучение даже в его времена и то это уже понимали он уже понимал космическое излучение разная солнечная это составляющая разная температура разная дожди разные вот широта разная длина ночи длина дня длина еще разное вот где-то ветра где-то это где-то все 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 разное а мы посадили на такой участок и хотим иметь все что для этого надо а но это в остальных 200 фильмов я чуть не начал рассказывать про 200 каждый повторять не получается значит что почему эта тема касается гепатогенных зон заканчиваю наш разговор с латинком мы считаем так оба сапога мы считаем так значит да невозможно вот он отстает в росте какой-то из них да вот не имея возможности померить мы не знаем или это влияние гепатогенной зоны затормаживает рост или убивает дерево или это генетическая предел саженец вырос остановился росте потому что он взят вот из этих почек второстепенных третьестепенных четверо степенных 5 степенных а эти смотрите разве нельзя вот с этого дерева взять вон вон они знаете дорастет до осени где-то до полметра можно брать на прививку можно но вот такого чудо как вот с этого дерева уже не дождетесь будет вполне прилично саженец но не дай бог вот в тех верхушечных можно отрезать можно использовать уже середины брать нельзя и выше тоже брать нельзя